Оперативный штаб при правительстве региона продолжает мониторинг цен на рынках и в магазинах розничной торговли. Самые демократичные цены зафиксированы в магазинах федеральных сетей. Снижение стоимости во всех торговых объектах зафиксировано только на один товар – на мандарины. Цена популярного новогоднего лакомства варьируется от 61 до 105 рублей за килограмм. Наблюдается тенденция роста стоимости на пшеничную муку, макароны, вареный копченый колбас и чай. Во всех без исключения торговых объектах, которые подвержены мониторингу, отмечается рост средних цен на крупу гречневую на 60%, на сахарный песок на 2,9%, выросли цены на молочную продукцию, такую как кефир на 5,2%, сыр твердый подорожал на 7,4%, ну а также в настоящее время идет сезонный рост цен на картофель, капусту, огурцу, томаты и перец. И снова, как в 2010 году, в начале месяца гречка на развес исчезла с прилавков магазинов. Причиной тому, по мнению оперативного штаба, стала информация о том, что на Урале и в Сибири урожай из-за дождей собрать не удалось. В Департамент экономического развития поступали звонки от возмущенных горожан, которые сообщали адреса магазинов, где крупа стала дефицитом. Специалисты провели мониторинг и факт подтвердился. В течение недели ситуация нормализовалась. Второй волны так называемой гречневой лихорадки департамент не прогнозирует. По состоянию на 12 ноября крупа гречневая на развес появилась в 50% проверенных магазинов. Продается она сейчас по цене от 37 рублей за килограмм. По информации Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области, жало под население об отсутствии крупы гречневой в продаже, в том числе и россыпи, в магазинах города Иваново и области на сегодняшний день не поступало. Светлана Давлетова предложила представителям крупных торговых сетей поддержать ивановских производителей и по возможности выделить отдельные полки для товаров местного производства. Если на этот шаг предприниматели пойти не готовы, необходимо сделать отметки на ценниках, произведено в Иванове. Мы это можем сделать как пробный вариант, посмотреть насколько это реализуемо. Я думаю, что это будет серьезной помощью и подвижкой именно для покупателей, чтобы оценить с точки зрения и помочь непосредственно производителю понять, насколько реализуемо и востребована сегодня их продукция. На следующее заседание штаба Светлана Давлетова поручила специалистам Департамента экономического развития и торговли подготовить таблицу мониторинга цен в разрезе муниципальных образований. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.